здравствуйте наталья сегодня у нас очень интересно ожидается беседа с нашей бывшей клиенткой и очень-очень хорошим уже нашим человеком в канаде я буквально сейчас перепроверила оказалось что 17 августа 18 году вы получили свои копры то есть как раз три года у вас было процессу этому нашему всему и сегодня мы будем говорить о разных интересных очень темах и немножечко мы коснемся миграции потому что это было уже три года назад поговорим о уникальном опыте наталья как она училась здесь о работе и о том как им видится теперь канадой их ощущение жить здесь два слова я скажу как иммиграционный консультант я сопровождала наталью и семью в по процессу иммиграции сюда в канаду подавали мы заявку через экспресс-энтри по federal skilled worker program начал начался процесс у нас в семнадцатом году помню я например то что я помню это то что английский сдавался и планировался вот это волшебно эти три семерки 8 очень четко планировалось дались и принципе как мы говорим страдал большого не было по попаданию в систему и потом дальнейшем у меня были не семерки ну я имею ввиду что мы минимум этот мы достигли очень быстро да вот поэтому процесс шел достаточно гладко вот и закончился срок правильно я помню ну вы сейчас расскажите более детально об этом и расскажите мне пожалуйста вот сейчас нашим зрителям насколько что вообще вы помните о том процессе который был насколько оправдались ваши ожидания вот по самому процессу что может быть вы помните что было неожиданного до получения заветных пиар-карт уже в канаде знаете для меня этот процесс начался для для меня для макса для нашей семьи этот процесс начался записи вот так официально записи на экзамен английский и наверное это был один из самых нервных моментов потому что очень много вокруг именно темы английского очень много разговора очень много истории о том как люди свободным английским но возможно без знаний как стать именно айлтс правильно как сама организация экзамена и они месяцами находятся в этом цикле пересдают пересдают перестают перестают и конечно нервничали очень поэтому для нас это был январь семнадцатого года вот мы подали заявку да то есть мы записались на экзамен я уже не помню числа но в январе же получается мы прошли нет феврале мы прошли экзамен и вот две недели ожидания они ожидание результатов экзамена сопоставимы с ожиданием уже финального решения вот все время на наиголках и после этого уже не ничто не казалось настолько страшно может быть хорошо в начале вот этот ужас прохождение английского конечно мы расслабились когда пришли у макса ну просто проходной вал мужа у меня были две девятки и там восьмерки значит то есть мы поняли что да мы в струе все хорошо и когда начался организационный уже процесс вот с документами во первых благодаря тому что вы занимались с нами то есть мы знали что даже если мы что-то не понимаем даже если что-то сделаем не так нас поправят нам посоветуют то есть кто-то будет вычитано что-то будет исправлено и это по сравнению с английским экзаменом это что легче конечно немножко такое ощущение перегрузки вот этими материалами заполнения анкет есть это конечно сейчас это вспоминается как ой как это было волнительно тогда это было тяжело но не так уже тяжело мы знали что у нас уже есть огромный кусок у нас уже есть очень серьезное дело сделанное благодаря вот пройденному если говорить о каких-то советах первое что я всем говорю кто спрашивает чего начать я говорю пройдите какой-нибудь курс даже если у вас абсолютно свободный английский я много лет работаю исключительно на английском языке задолго до эмиграции но пройдите курсы которые подготовят вас именно к сдаче этого экзамена не английский а сдача очень серьезный момент у нас была задержка может быть мы один год три месяца у нас занял весь в нашем понимании для нас это был год и получается три месяца момента того что мы записались на экзамен до момента когда мы въехали в страну тогда это очень хорошие сроки до апрель 28 апреля и получается что мы бы может быть могли двинуться еще чуть чуть быстрее у меня была задержка с дипломом верификации диплома чисто организационный момент на неправильном бланке мне много лет назад выдали по моему бакалавра диплом бакалавра надо было обратиться в университет надо было его перья выпустить этот вкладыш то есть ну это не какой-то такой вот не просто надо было ждать надо было ездить не при заканчивала при то есть вот эти моменты эти на задержала очень важные моменты потому что опять же мы знаем что миграционная служба все время говорит вы можете сами пройти весь процесс и в принципе это возможно опять же я сейчас не о том что с кем-то надо его проходить просто кандидатам нужно понимать что процесс это каждый индивидуальный случай вот у вас задержка с дипломом получился у кого-то референс не получится быстро сделать кого-то денег не хватает то есть вот эти сроки которые рассказывает иммиграционная служба что 6 месяцев вы в канаде и так далее это каждый должен понимать что каждый случай индивидуальный и неожиданности они проявляют появляются и ну действительно нужно очень спокойно структурированно к этому подходить и понимать что зачем это делается понимаете в чем дело но здесь я бы как раз сказала что наш вывод из нашей ситуации такой что мы бы сами не прошли этот момент я бы в жизни не поняла что у меня что-то не так с документами я бы их отправила они в три месяца там или сколько-то варились потом бы они вернулись ко мне с отказом потому что они не прошли по верификации из-за этого бланка и нам бы пришлось запускать поэтому очень серьезно задержала мне кажется что здесь именно ваше участие и ваших сотрудников вычитывал документы по образованию и нам просто это заняло ну сколько ну два дня да наверно вот у вас есть можно обратить внимание вместо того чтобы потратить пару месяцев на эту так что здесь нет но и здесь посыл человек который в этом разбирается если вы не хотите скажите мне вы помните тот момент когда мы закончили уже процесс когда вы получили визы я не сказала сразу наталья находилась на момент когда в процессе иммиграции мы были они были в украине и иммиграция шла из украины мы приехали вот вы помните этот момент или он уже ушел как бы да прекрасно помню что визы и тут мы были в театре то есть у нас закрылось занавес опустился дальше мы были заняты за своими вот этим значит новым статусом своим что да мы получаем это случилось да ровно за месяц то есть мы ровно через не по моему 20 марта мы получили вот от вас новости 28 апреля мы были в канаде я бы может быть потянула еще дольше потому что мне казалось надо подольше поорганизовывать это все муж сказал нет все мы сразу той же ночи вечером и были в театре значит там двум часам ночи у нас уже были забронированы билеты уже мой следующий вопрос был как быстро вы переехали как вы готовились переезда то есть вот советы наверное я бы хотела от вас тоже услышать как за месяц хотя у меня в ковид честно говоря есть ребята которые за неделю переехали как только открыли пиарщиком границы но вот ваш совет за месяц вот экстремальный переезд или вот такой быстрый оперативный переезд какие советы вы дадите на что обращать внимание и что вы сделали правильно или что бы сейчас поменяли может быть вы знаете что я пожелала бы каждому нам повезло обоим быть в этой ситуации это мы не меняли работу да то есть муж перешел просто работать удаленно на ту же компанию с которой он работал и в киеве я работаю удаленно много лет у меня не изменилось ничего поэтому для нас наверное очень льготно и очень такой льготный оказался вот и мы просто закрывали свои дела в Киеве и в Днепре где родители то есть мы ездили мы закрывали ЧП мы закрывали банковские счета то есть такое вот как бы генеральная уборка всех связей повидаться с родителями вот конечно если стоит вопрос о том что нужно искать работу наверное вот этот самый момент во первых сам процесс я не помню в какой момент появляется доступ у кандидата к правительственному сайту с вакансиями это когда-то в процессе только там спрашивают где вы находитесь сразу же первый вопрос ну хотя бы когда вы уже знаете что вы там там я не знаю 20 числа после следующего месяца будете находиться в Канаде это вот хоумпейдж должен быть этот сайт с вакансиями нужно начинать что-то искать мы к счастью были лишены этого удовольствия и нервов значит решать вопрос с работой и также нам нам во многом да повезло в этом процессе там было где остановиться на первые три недели нам не надо было решать вопрос с жильем на первое время а за эти три недели нам помогли опять же через вас через вашу компанию отличный риэлтор нам помогли найти отличное место мы три года прожили в одной и той же квартире тоже вы опережайте мне немножко то есть вы прилетели вы прилетели в торонто сразу план был в торонто и вы три года прожили здесь не меняли жилье то есть вы жили в да окей насколько я знаю весной да по-моему или даже летом вы переехали вот расскажите нам два слова об этом большом событию любого канадца кто здесь живет уже в этом году получается ровно три года с момента в мае мы заехали в свою квартиру съемную квартиру и в мае же там 30 мая у мужа день рождения на 30 мая мы переезжали то есть буквально в мае июнь мы переехали уже в свой дом ну конечно шаг гигантский это совершенно меняет все все жизни ощущения когда ты в свой дом переезжаешь и я честно когда мы приехали даже после того как мы уже получили подтверждение мы едем в канаду не в голову не приходило что с такой скоростью тут могут развиваться дела для меня это было вот ну наверное через 10 лет мы начнем думать такие украинские темпы движения вот по этой значит лестнице здесь через там два с половиной года мы уже были в процессе поиска сумасшедший рынок это торонто мы не хотим уезжать из торонто то есть мы вот здесь рядом это сумасшедший рынок поэтому мы вот в этом процессе поиска домом около полугода находились но конечно когда ты уже в канаде когда уже вот все идет здесь это совершенно меняется мира ощущения меняются скорость решения таких вещей вот и мы переехали 70 километров от торонто то есть когда я заполняла одну форму на правительственном сайте не могла найти свой регион оказалось это считается с их точки зрения как бы федеральной точки зрения это грейтер торонто и хотя для себя здесь мы считаем на улице мне приятно оказывается мы не уехали из торонто когда нет пробок на тайвей мы за 37 минут 40 минут мы уже в самом торонто сейчас из-за ковида и за то что даже муж работает удаленно постоянно это абсолютно не проблема то есть мы посмотрим как будет когда изменится ситуация нужно будет ездить в офис но сейчас в принципе я знаю людей которые до ковида на расстоянии 100-110 километров они ездят в торонто на работу и считают что они живут в общем-то в пригородах торонто то есть это как для вас ощущение все-таки не жить три года в торонто и переезд вот в небольшой детей город но все-таки это не торонто как ощущение внутреннее комфортно или вы знаете вас греет то что вы 40 минут от торонто находит то есть какие то греет на самом деле очень непривычно мы всегда были жители больших городов когда переезжаешь торонто не самый большой город где мы жили но когда переезжаешь в город там 40 тысяч населения попутешествовав по канаде я знаю что это для канады в общем-то и не такой уж маленький город на самом деле но чувство вот этой тишины такая чистота торонто конечно я обожаю торонто но пыль от строек шум от строек это серьезно здесь понимаешь что это на самом деле можно природа есть где-то ну и сам городок конечно это просто знаете как эти классические фильмы где показываются пригороды в северной Америке это вот оно эти домики эти торговые площади это два шага и уже это какая-то консервейшн зеленая тут же озеро ближе чем в торонто от нас было ну конечно это большое удовольствие и вместе с тем 40 минут на машине да отлично то есть я реально очень за вас рада что все активно и действительно уже когда человек оседает и в своем жилье это действительно большой такой огромный шаг и другие совершенно и понимание вообще и жизнь уже начинается я хочу немножко вернуться назад я знаю что в первый год по моему вашего приезда вы получили грант если я правильно помню если нет поправите меня я хочу вернуться к событию тоже очень большому как мне кажется это ваша учеба в самом большом университете в Канаде это University of Toronto расскажите пожалуйста потому что у нас очень много студентов которым интересны эти темы эти вопросы и тех кто переезжает сюда и планирует или стоят на перепути или учиться или идти работать что выбирать и что нужнее то есть расскажите об этом опыте какая была программа нужна ли она вам была с вашим опытом и с тем фактом что вы работали как вы совмещали работу и учебу в UFT то есть вот этот период пожалуйста ну я сразу должна говорить что это я не переделывала свой диплом то есть у меня мастер дегри и опыт диссертейшн докторат в Украине то есть я решила что ну не целесообразно идти и получать мастера например второй раз здесь магистра поэтому тем не менее я очень хотела как бы обновить придать канал апгрейд делать апгрейд да своему своему бэкграунду и поэтому я нашла программы сертификации по своей хотя я работаю в диджитал маркетинг и у меня нет необходимости подтверждать квалификацию сертификации обязательных некоторых специальностей и получается что я решила найти просто программы которые предлагаются здесь я думаю может быть колледж какой-то оказалось университет Торонто как и все остальные университеты и колледжи то есть в зависимости от того какая у вас специальность можно найти эти программы это очень интересно это очень здорово это для людей уже с высшим образованием которые хотят или изменить свою карьеру или получить новую специальность или просто придать дополнительный какой-то вес значит благодаря этому сертификату это от трех до семи восьми может быть десяти курсов нужно прослушать в университете или в колледже на ваш выбор и по результатам вы делаете проекты то есть это ну это настоящая студенческая жизнь это минимум один раз в неделю там нужно быть в университете сейчас это онлайн конечно для меня это полонкампус но я и хотела на кампусе почему вот который вы проводите там как студент как свободное от работы время то есть это все вечером делается и вы получаете возможность вот этой сертификации там по результатам проекта который делается в зависимости от специальности огромное количество этих сертификатов огромное количество этих программ это стоит денег но это не сопоставимо со стоимостью например получения мастерс дегри в Канаде то есть когда уже есть мастерс можно получить эти сертификаты это намного дешевле вот и для меня очень важно было почему я хотела не онлайн а именно на кампусе очень важно было знакомиться с людьми в своей профессии начинать какой-то network вот и так получается что университет Торонто ну может быть мне так повезло все те программы которые я прошла для этого сертификата они были ну это все были именно канадские специалисты я была буквально одна на всей программе кто кто только приехал в страну то есть я получала от них помимо того что я получала там вот преподавателя я получала от них какую-то информацию о работе в Канаде о том как это делается в Канаде это огромный плюс к опыту работы чисто в специальности то есть я считаю что это очень важно сейчас к сожалению конечно же все такие программы идут онлайн есть какое-то общение очень надеемся что это все очень уже мы близко к окончанию онлайн учебы поэтому мы надеемся что все вернется да а грант о котором вы говорили это не совсем грант это не именной какой-то грант это программа уже после того как я сертифицировалась так как я ну занимаю руководящую должность я посчитала что здесь уже мне пора подумать о движении в сторону бизнес-скул получать ну с этой точки зрения как бы значит развитие профессиональное и ну MBA это это потрясающие деньги на самом деле для кого-то такой совсем-совсем полная программа MBA вот это около 130 тысяч долларов то есть ну это очень серьезно но тем не менее прямо там предлагаются программы они не дают degree они не дают они MBA но этот они дают сертификат они дают доступ ко всем ресурсам школы вот к внутренним сетям которые опять же нужны для знакомства всего это то есть вы фактически там вы просто не получаете это не два года это вот программа по которой я занималась это восемь месяцев конкретно эта программа вот здесь эта часть которая вот напоминает грант дело в том что это программа которая нацелена на recent immigrants и грубо говоря 90% стоимости программы оплачивается государством нужно пройти определенный там цикл чтобы попасть в нее доказать нужно иметь опыт руководящей работы подтвердить знания определенные требования да определенные требования собеседование понятное дело то есть надо их убедить что вы достойны этого значит этой траты сама программа нам говорили как-то так они признавали что сама по себе эта программа если бы вы ее оплачивали полностью сами она стоит около 40 тысяч долларов мы оплатили тысячу с небольшим посчитать сколько это как вы нашли вообще эту программу вы будете смеяться это какие-то центры ньюкамеров или это просто свой ресерч свои вот поиски это гугл это гугл за 10 минут надо знать что искать просто вот я хотела программы в бизнес-школе и поначала искать но потом я начала вводить модификаторы типа это грант и дальше это восемь недель на восемь месяцев извиня восемь месяцев на которое на это время вы забываете обо все если вы уже попали в эту программу вы обязуетесь не пропускать это минус выходные только если это long weekend и праздники тогда есть выходные иначе выходных нет и большинство недель вечера хотя бы одного дня в неделю тоже там это два очень больших проекта которые надо но вся цель этой программы это подготовить менеджера к управлению кадрами в северной америки это начиная с вопросов email этикета и заканчивая conflict resolution значит difficult conversations в канадском офисе в канадском в канадских реалиях они помогают этим самым людям с уже достаточно высокими руководящими должностями адаптироваться быстрее адаптироваться и занять не терять этот момент и не делать шаг назад в их карьере мне не нужно было менять работу но тем не менее мне это помогло в работе даже в той организации с которой сама компания в Соединенных Штатах то есть я работала и работаю удаленно я продолжаю работать и тем не менее даже там мне это помогает потому что я лучше понимаю теперь специфику работы и менталитет естественно вообще все равно да 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 то есть вот такой тип учебы вы посоветуете ньюкамерам но не всем наверное то есть действительно если в зависимости от того какие вы цели и задачи ставите вы выбираете наверное те же те программы которые ну вот опять же с определенным фокусом потому что у человека нет управленческого опыта идти смысл одет на эту программу потому что не попадет не попадет окей но дело в том что есть множество других программ которые в зависимости от специальности я бы очень советовала попробовать все таки вот этот апгрейд канадский сделать для если человек понимает что ему нужно искать работу потому что иметь весь опыт работы и все образование в Европе ну наверное лучше хотя бы сертификат иметь здесь окей ну опять же зависит очень очень зависит от амбиции от планов от того какие представления у человека есть но я чаще и чаще честно говоря слышу рекомендации тех кто уже приезжает сюда и начинает процесс что образование все таки дает свое во первых да помимо апгрейда это все таки нетворки не вслепую уже здесь живешь и ищешь где бы с кем познакомиться какие-то ивенты там мероприятия ты намеренно уже собран с теми людьми с которыми ты в одном бизнесе или в одной сфере какой-то профессиональной это намного проще уже строить дальше отношения по работе вот скажите пожалуйста вы работали в украине вы сейчас сказали на американскую компанию переехали в канаду насколько изменилось в компании отношения к вам вот мне интересно как то это поменялось или все ну как бы осталось вот за этот весь период времени точно так же вы знаете мне кажется что больше изменилось мое отношение очень сильно меняет вот это вот мироощущение себя в каких-то условиях когда ты переезжаешь когда ты прошел вот весь этот процесс когда ты уже здесь когда ты видишь как здесь люди живут и наверное ну у меня очень существенный получился карьерный рост именно в этой же компании за те три года что я здесь то есть я у меня была должность стратегического значения но не такой уровень сеньорити как сейчас вот два апгрейда я заняла директорскую позицию и получается что я не думаю что они стали относиться ко мне по-другому я думаю что я к себе стала относиться по-другому показав себе что я могу и дальше мне было проще говорить о повыше здесь очень быстро перестаешь стесняться я знаю что эта проблема была не только для меня но и для многих соотечественников нас учат что делай свое дело тебя заметят и тебя повысят и делай свое дело а здесь если ты не умеешь не дышать если ты не умеешь сказать о том что ты достоин повышения все будут счастливы в твоей работе и ты будешь делать то что ты будешь поэтому где-то года за два я раскрепостилась достаточно благодаря вот общению с канадцами благодаря общению с другими recent иммиграциями в программе в Ротман менеджмент я просто мне стало как-то это доступно что я могу прийти к владельцу компании сказать что я бы хотела обсудить свои перспективы роста в Украине я сидела ждала чтобы на меня ну то есть здесь меняется да отношение к тому что ты понимаешь что есть права определенные и за то за свой труд естественно и они это нормально воспринимают в принципе очень многие канадские компании канадские работодатели они принимают твои предложения хотя бы как минимум они выслушивают если они не готовы принимать они вам об этом скажут что мы вернемся попозже к этому если они готовы когда-то очень-очень много лет назад мне в америке одна американка сказала такую фразу always knock on the door всегда стучи мы никогда не знаем что ты хочешь если ты спросишь мы будем знать то есть это ментальность канадская американская когда они не не лезут не навязываются но ты должен выступить как бы сделать шаг свой вперед и показать им что тебе нужно они уже будут решать принимать это или нет да я знаю что у вас достаточно активная жизнь здесь я периодически да в фейсбуке смотрю на посты и вижу что у вас и booking club у вас вы участвуете и едете очень много по торонто во всяком случае расскажите мне нас как вы воспринимаете ну все равно я вернусь к торонто потому что все таки три года здесь и он рядом у вас как вы воспринимаете этот город и мы перейдем к путешествию вашему замечательному ну вот как вам торонто вы и как мегаполис его воспринимаете и как тихое отчасти место где есть парки вот расскажите мне видите торонто он очень эклектичен и как-то одного общего впечатления не складывается он разный то есть и это очень удобно потому что каждый день под настроение можно выбрать вот закончился там work day и ты хочешь пойти погулять и ты можешь выбрать себе под настроение район который будет для тебя вот именно тем что нужно если тебе не нужно ехать в другой город и в этом смысле торонто вот абсолютно потрясающее место потому что мы с мужем обратили внимание мы стали очень много гулять во время ковида когда уже наоборот приветствовать стали что вы ходите на улицу проветривать и мы решили так как никуда ездить за пределы торонто не получалось мы решили ходить по торонто мы себе наметили каждый день хотя бы полтора часа мы гуляем по торонто и в каждую из этих прогулок даже когда мы ехали в те места где мы уже бывали мы находили что мы говорим торонто нам показывает что-то новое последнее в вашем районе в норс-йорке мы нашли парк который я не знаю как мы могли пропустить за три года я очень люблю норс-йорку и за за время постоянных гуляний в норс-йорке как мы могли пропустить этот парк я не представляю и мы нашли вот новый буквально на прошлой неделе большой парк несколько и поэтому в торонто кто хочет тихой жизни вы найдете район где вам будет тихо спокойно и хорошо вы хотите жить в динамике и скорости города огромные небоскребы пожалуйста вот несколько районов где это можно реализовать район я тоже очень люблю кампус университета и все вокруг это почти европейскость такая вот эти старинные дома это так здорово то есть торонто он на любой вкус очень по-разному одни иногда я слышу что люди которые путешествовали много по Европе им это торонто очень отстраненно они воспринимают потому что он совсем как бы вот есть центр дальше непонятно что но я тоже абсолютно с вами согласна что если ты открыт этому городу здесь можно бесконечное количество найти интересных мест и открытий сделать и просто нужно быть готовым к этому потому что опять же вернусь к нашему опыту к моему общению с клиентами уже потом просто с канадцами здесь нашими очень часто особенно студенты которые приезжают сюда по временным визам и заняты учебой учебой они не успевают даже не только торонто это и ванкувер и в альберте вот кто едет туда учиться и начинается даже вот какой-то минус восприятия жизни здесь из-за того что у них нет времени увидеть канаду как я говорю то есть вы не видите жизнь помимо того что есть вот вот котел вот этот учебы потом работы поэтому опять же всегда всем советую кто приезжает находите время выбираться выезжать не бойтесь все здесь абсолютно безопасно и хорошо только быть будьте открытыми этому всему и вот я плавно перейду к тому о чем я впервые узнала тоже из фейсбука о вашем замечательном путешествии которое только-только у вас совершилось скажу что Наталья вы для меня наверное первый человек которого я знаю который проехал такой путь на машине два слова скажу Наташа со своей семьей наверное так в Канаде есть известная очень как она называется трансканадская трансканада хайвей да трансканадская магистраль это шоссе скажем так или скоростная дорога которая идет через всю Канаду и вот Наташа с семьей со своей на машине из Торонто проехали до Ванкувера и обратно и не рискуя даже сесть на самолет и кусочек какой-то пролететь как вот мне некоторые говорят что там смотреть мы на самолете часть пролетим и потом на машине я знаю что это очень много и очень много впечатлений я абсолютно даже не представляю как это умещается все теперь в голове но вот расскажите мне немножечко об этой поездке и насколько изменилось у вас само отношение к Канаде за эту поездку и вот самых наверное три позитивных новых момента которые вы можете нам вот как бы соединить с удовольствием это действительно совершенно потрясающая поездка и нет ни одной части этого пути который можно было бы реально выбросить и сказать вот мы здесь полетим а дальше да пейзажи между Онтарио и Критиш-Колумбия или хотя бы там западной частью Верте пейзажи становятся достаточно однотипными это Манитоба это Соскочеван это поля поля и поля но даже там во-первых это тоже надо увидеть чтобы понять как во-вторых это тоже очень своеобразно но на второй день конечно может быть это начинает приедаться но мы останавливались в городах и все они самобытные они все по-своему интересны то есть единственный участок пути единственная единственная провинция которую мы пролетели это Манитоба потому что у них ограничения все еще были очень серьезными не полностью вакцинированы и но даже если вы были все равно это обязательно был карантин они разрешали только транзит-трафик то есть мы должны были пять часов такой рывок от границы с Онтарио до границы со Соскочеваном а дальше со Соскочевани мы останавливались в Риджини столице Альберто это Калгари столица штата и каждый из этих городов там там везде можно гулять там везде можно что-то смотреть там нужно это я не говорю что каждый из них сравнится с Торонто в плане интересности жизни наоборот как туристу это нужно обязательно и дальше конечно начинается вот насколько я люблю Онтарио мне нравятся здесь пейзажи здесь очень красиво когда первый раз начинаешь подъезжать к горам в Бритиш-Колумбии да Альберто еще в Бритиш-Колумбии ну это конечно это какое-то потустороннее ощущение это красота которая у меня был некоторый опыт гор в Европе да то есть мы видели город у этого ну такие горы такая красота ну я не знаю и конечно же это первое вот из трех вещей которые больше всего это эти горы это потрясающе нам не повезло в том плане что как раз вот эти пожары особенно когда мы ехали назад был совершенно такой инфернальный опыт когда мы заезжаем под облако мы не видели в одном месте мы видели так огонь именно как огонь но не как пожар не как стена огня очаги вот но очень много дыма и куда мы ехали он был виден но он не мешал все таки ехали обратно это все в дыму все в дыму и получается что ну и запах сам тяжелый да конечно вот этот момент ну это трагедия сейчас во всем мире горящие леса это действительно очень большая проблема вот но тем не менее вот этот опыт первого подхода к горам и потом в самих горах у нас было две остановки на территории национальных парков очень красиво очень здорово совершенно как-то освежает ты очищаешь мозг от всего Ванкувер сам по себе вот для любителей европейских пейзажей это Монреаль и Ванкувер то есть Монреаль у нас тут и Ванкувер на том побережье это очень европейский город очень понравился ну и конечно выход к океану то есть мы даже не не до Ванкувера мы доехали до Виктории который для меня был при столице Бритиш Колумбии не Ванкувера а Виктория мы доехали до Виктории там где собственно говоря нулевая мила где начинается вот и мы проехали получается Ванкувер Айленд где она находится и выехали к океану уже на западная как бы оконечность Бритиш Колумбии западный берег вот то есть мы ну знакомство с Тихим океаном мы его видели с другой стороны со стороны Японии теперь значит у нас с канадской стороны мы помыхали руку Японии то есть очень это это здорово это потрясающе и если я могу упомянуть вот одну вещь которая мне в Торонто не нравится и которую излечил Ванкувер потому что там с этим лучше это ну вот честно говоря рестораны кафе в Торонто вообще не умеют есть места с красивыми видами да которые там на башне вот эту атмосферу которую я даже не буду говорить там про Париж про Лондон хотя бы на уровне Киева чтобы это было чтобы это было чтобы это было с какими-то штучками в меню я думала не умеют в Канаде оказалось не умеют в Торонто в Ванкувере умеют то есть там вот мы отвели душу с такими заведениями вот этот такой вот еще моментик который действительно в Торонто может не понравиться любителям знаете вот гурмээкс Курманов да 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 здесь кормят вкусно но это это не экспириенс а там это это был экспириенс вот так что ну вот восприятие Канады оно изменилось или просто еще вот эмоции добавила природа или опять же вот маленькие городки это своя специфика или просто вот да мы это сделали мы молодцы эмоций много но вот так чтобы плюс-минус куда-то оно повернулось то есть в принципе меняет меняет я понимала насколько Канада большая у нас надо четыре дня ехать и все еще не выехать с территории Онтарио чтобы понять насколько она большая да потом мы потом по узким местам так проскакивали провинции по территории Онтарио потому что мы ехали и ну на получается на северо-запад по диагонали вот четыре дня мы не выехали за пределы провинции настолько это все масштабно масштабно и когда ты шесть дней по семь по восемь часов едешь и ты все еще едешь и ты все еще не совсем на самом западе а начинал не с самого востока следующее такое путешествие должно быть на восток там еще три дня вот и ты понимаешь ну это континент пересекаешь и ты понимаешь насколько она огромная насколько все разное конечно меняется отлично очень рада наверное теперь следующий рывок будет в атлантическую сторону я так понимаю да мы уже посмотрели это тоже даже не сомневаюсь и это тот же Транская на Дахаевой в сторону Новоскоша туда лабрадор туда отлично буду ждать ваших да тоже как это sharing спасибо огромное Наташа я наверное пора уже нам заканчивать к сожалению я бы хотела от вас что еще наверное услышать такое небольшое ну как советы рекомендации для тех кто наверное не только начинает иммиграционный путь который реально настроен на Канаду стоит это того или подумайте еще опять же каждая семья разная каждая ситуация разная я прекрасно это понимаю всегда своим клиентам говорю не ориентируйтесь на соседей на тех кого вы прочитали там социальных сетях вам может абсолютно не понравится то что нравится кому-то кого вы даже знаете или вашим родственникам ну вот ваши советы и в плане наверное жизни именно адаптации к чему быть готовым и ну просто ваши советы знаете я бы наверное сказала дала совет сделать то что мы не сделали сами но нам повезло и у нас все прошло хорошо наверное действительно стоит сначала съездить как туристу и посмотреть понравится ли потому что вне зависимости от того сколько вы посмотрите роликов на ютубе сколько блогеров расскажут что тут хорошо что плохо вам понравится что-то свое и не понравится что-то свое то есть я бы сказал мы этого не делали мой первый как бы шаг и моих мальчиков значит мужа и сына на территории северной америки был когда мы значит проходили то есть вот мы приехали и нам понравилось все не было нет я скучаю за родителями естественно из-за ковида получаем мы собирались в прошлом году мы собирали думали в этом году я три года не видела родителей конечно я скучаю конечно я скучаю за какими-то улочками за ресторанчиками в Киеве в Днепре но вот этого всепоглощающего ностальгического чувства как многие люди только приехали многие говорят о том что вот прямо заставляю себя не могу вот хочется все бросить и хочется уехать потому что это не мое а потом привыкаю постепенно стерпится слюбится у нас не было ни одного дня я волновалась за ребенка потому что он подросток могут быть там и перепады настроения он говорит не жалел ни дня хотя у него тоже осталось множество друзей он с ними на связи но он наслаждается тем что он здесь и наверное не для всех это будет так и наверное на самом деле чтобы избежать какого-то очень это очень серьезный шаг избежать очень серьезного разочарования наверное стоит проинвестироваться еще в такую поездку и поехать две-три недели просто погулять поездить за три недели можно действительно хорошо покататься здесь насколько я понимаю процесс это может бы лучше ответил но права наши приемлемы потому что он вначале с нашими правами здесь я имею ввиду с украинскими не будет никаких сложностей с тем чтобы не только Торонто посмотреть а все-таки прокатиться куда-то и почувствовать зайдет не зайдет понравится не понравится опять же тот же Торонто и Ванкувер это абсолютно разные вещи может быть вам захочется ехать не в Ванкувер а в Торонто или наоборот или там ну Квебек это еще и французский язык то есть здесь еще а вот там язычная часть Канады можно выбирать можно выбирать на стадии планирования наверное стоит съесть но нам повезло опять же я который раз во всем этом процессе у нас постоянно был какой-то фактор ведения и здесь нам тоже очень повезло потому что мы влюбились сразу и мы прекрасно себя чувствуем но у кого-то это может пройти не так окей спасибо огромное я очень-очень рада была вас видеть и желаю искренне удачи следующее я думаю вы уже готовитесь подаваться на гражданство скоро уже подали отлично значит буду ждать от вас тоже радостных событий когда уже вы будете полноценными и канадскими гражданами спасибо большое вам за встречу